Добрый день. Я представляю Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр «Планета». «Планета» — это организация, которая занимается сбором и обработкой спутниковой информации тех данных, которые приходят в Росгидромет. Фактически у нас есть три центра — это европейский, сибирский и дальневосточный. Таким образом, мы можем получить спутниковую информацию по всей территории России. То есть все эти три центра покрывают всю территорию России. Мы принимаем огромное количество информации, и вся эта информация передается нашим потребителям. В основном это государственная структура, МЧС, сам Росгидромет, Министерство обороны, часть Роскосмоса идет и так далее. Одно из интересных направлений, которое у нас есть, это получение данных, особенно с труднодоступных районов, с помощью своих терминалов, которые мы получаем через спутники. Таким образом, метеорологические, например, станции гидрометцентра, которые находятся в самых труднодоступных районах, мы можем оттуда получать постоянно данные без перебоев. И через спутники эти данные приходят в наши центры, и мы передаем в сам гидрометцентр. Также в планах вот эту систему развить на суда, например, на транспортные средства. Задач очень много, которые решает НИЦ Планета, но одни из задач, которые входят в тематику, здесь перечислены. В основном эти задачи оценка зон загрязнений рек, озер, водохранилищ, оценка площадей загрязнений, выявление пожаров, вырубок, загрязнений вокруг городов, промышленных центров, выявление зон деградации, в том числе почвенно-растительного покрова, выявление источников сжигания попутного газа. Следующих слайдов я продемонстрирую просто примеры, которые вы увидите по спутниковым данным. Здесь представлен спутниковый мониторинг лесных территорий, тематические карты изменения состояния почвенного покрова, контроль территории нефтяных месторождений, контроль выбросов стец. Мониторинг загрязнения окружающей среды промышленными объектами. Это видно по ореолам вокруг промышленных объектов. Загрязнение снежного покрова в Башкирии. Карты метеорологических параметров по данным с геционарных спутников, которые мы получаем каждые 15 минут. Здесь мы выявляем и грозы, град, ну, другие метеорологические параметры. Правда, наверное, это больше для метеорологов, и фактически все эти данные больше у нас поступают в Шереметьево, Домодедово. Одна из наиболее важных задач, которую мы решаем, мы строим карты ледовой обстановки Арктики, Антарктики и замерзающих морей. В основном такие карты используют у нас страховщики. Потом мы передаем данные в Росгидромет, обеспечиваем проводку судов и наиболее опасные явления выявляем. Одно из направлений – это обеспечение ледовой обстановки на трассе Севморпути. Серии снимков мы показываем сам Севморпуть. Также была выполнена работа по обеспечению на морском шельфе при установке нефтяных платформ. Для этого выполнялась ледовая карта и пересылалась в нефтяную организацию. Кроме этого, мы выявляем стамухи как опасные явления, особенно опасны при судоходстве. Ну и, в принципе, ледовые карты строятся на всех морях вокруг России. Здесь представлено Баренцево море, Печорское море, Берингово море, Охотское море, Байдорадское, Губакарского моря, Берингово море, Антарктика, Каспийское море. Кроме того, поскольку мы перешли на программные продукты Аргиз, то у нас было направление международного сотрудничества, когда мы обменивались данными с зарубежными организациями, мы перешли на векторный формат Сегрид. Ну, фактически это по требованию ВМО, фактически это тот же шейп-файл, но определенным образом организован. Дело в том, что лед, когда мы выявляем, он представляет из собой объекты, которые мы характеризуем несколькими параметрами, как сплоченность, возраст и форма льда. И передать эти параметры на обычной карте очень трудно. Зато такие параметры очень легко передать с помощью атрибутов и с помощью Аргиз. И при этом мы еще предложили один из вид представлений информации, это мультимасштабная карта. Когда данные мы показываем на разных масштабах с разным наполнением. То есть, например, на мелком масштабе мы показываем только контур льда, на среднем масштабе мы показываем подвижный-неподвижный лед, и уже на крупном масштабе мы показываем формы льда отдельные с их символикой. Здесь как раз представлено это символьное обозначение, которое должно быть в формату ВМО. И в атрибутах у нас значения получаются одни, вот как в таблице здесь представлено, а символом автоматически пересчитывается и отображается вот таким кружочком на карте. При этом сами карты, они бывают в разной раскраске, зимняя или летняя палитра. Такие же сервисы, в принципе, есть у Норвежского метеорологического института, у Нездиса тоже такие же сервисы есть. Единственное, мы усовершенствовали то, что мы символно еще отображаем все ледовые объекты. При этом я хотела бы заметить, что сейчас мы, ну здесь представлено как пример Каспийское море, а сейчас мы можем сделать по всем морям вокруг России. И эти данные мы представили у Исрая в магазине карт. Здесь это более приближено, что атрибуты по-своему отображаются, символи на отображение по-своему. Таким образом, у нас есть сервис, вы фактически можете этот сервис добавить к своей системе. Кроме того, мы предоставляем комплексную информацию. Помимо, например, ледовой обстановки, сервис можно дополнить температуру поверхности моря приводным ветром, который строится также по нашим спутниковым данным. Кроме того, ФГБ «Ниспланета» проводит спутниковый мониторинг состояния загрязнения морской среды. Я вам расскажу на примере Черного Азовского моря, но в принципе мы можем любое другое море вокруг России таким образом исследовать. Спутниковые данные наиболее эффективны, потому что покрывают огромные территории. При этом получаются данные с небольшими задержками и высокой оперативностью этих данных и высокая частота наблюдений одной и той же точки на морской поверхности. Кроме того, мы стараемся еще использовать спутниковые радиолокционные данные. Это обеспечивает всепогодность, независимость от освещенности. Сама технология заключается в том, что мы по спутниковым данным получаем различные параметры. Карты состояния водной среды, данные с метеостанций, данные с гидрологических постов, карты приводного ветра, волнения, карты переноса водных масс. Также считаем температуру, концентрацию хлорофила. И на основе всех этих карт мы строим карту состояния и загрязнения водной среды, включая карту нефтяных загрязнений. Здесь приведено картирно-динамических структур на морской поверхности, которые мы выявляем. Карты кластерного анализа, которые дают нам разницу суши, вода и определенные степени мутности воды. Температуру морской поверхности, карты суточных осадков, изменение средних значений хлорофила. Это нам показывает, насколько загрязненная вода биогенными пленками. Карты распределения ефузного ослабления, карты переноса водных масс, цветения вод, размывание косы. Это тоже с помощью под воздействием нагонных явлений, это тоже представляет собой даже опасные явления. Выявление зон распространения как олитофоридов, которые тоже представляют собой как опасные явления. Но это характерно конкретно для этого моря. Карты скорости приводного ветра. Такие же карты у нас, по-моему, тоже сделаны в виде сервиса и выставлены у Исрая в магазине карт. Кроме того, выявляем опасное явление, как новороссийская Бара. Сейчас я пролистаю, не буду долго. Что-то не листается. Хорошо. Кроме того, как я говорила, мы используем спутниковые радиоакционные данные. Конечно, сейчас спутниковых данных огромное количество. Частично из них, если у нас есть проекты только под заказ, некоторые из них мы получаем бесплатно. Это, например, Сентенел. И фактически можем ими пользоваться. И также у нас есть сервис таких спутниковых изображений. Кроме того, мы выявляем нефтяные загрязнения, которые могут быть нескольких видов. Первое – это при проведении, например, буровых работ, которые бывают. Но это очень-очень редко, но тем не менее, бывают. В большинстве случаев загрязнений морской поверхности – это судовые. Когда судно идет в порт, сливает с баков воду остатки вместо того, чтобы сдать в приемные очистные сооружения, в порту. Таким образом они экономят свои средства, но этим они загрязняют морскую среду. И на морской поверхности образуется нефтяное пятно. В принципе, даже были такие случаи, что сливы происходили вблизи нефтяных платформ. И спутниковый мониторинг может показать, кто конкретно произвел вот такое загрязнение. Здесь приведены примеры нефтяных пленок судов. Были приведены примеры, вот как темное пятно, это по радиолокации. А здесь по оптическим данным приведено загрязнение. Но это уже естественное происхождение, когда у грифонов происходят выбросы на поверхность углеводорода. Это тоже отображается как нефтяным пятном. Кроме того, мы выявляем пленки биогенных загрязнений. Ну и также мы определяем источник загрязнения. Мы спутниковое радиолокационное изображение сопоставляем с системой АИС. И по трассе, и в характерной форме нефтяного пятна мы можем вычислить даже судно, которое произвело вот такой вот разлив. Кроме того, мы карты метеорологических параметров добавляем в нашу систему, чтобы иметь разнообразное представление. И на основе всех этих данных мы создаем карты схемы состояния загрязнения водной среды, вот здесь, конкретно в Черном море. И также мы дополнительно предоставляем карты нефтяных загрязнений. В основном все загрязнения здесь, они судового происхождения. И если вы заметите, они в основном вдоль судоходных трасс располагаются. Ну и несколько слов. Несколько лет назад мы начали проект с гидрометцентром. Проект был посвящен наводнениям. Проект полностью был выполнен на ресурсах Аргиз. Это было связано с тем, что в 2013 году был катастрофический разлив на реке Амур, который принес огромное количество ущерба. Была создана такая архитектура распределенная, когда три организации территориально друг от друга далеко находятся в разных концах России, наполняют систему своими данными. Одна организация – это наша дальневосточная НИЦ-планета, которая спутниковые данные на эту территорию добавляет. Другая организация – это гидрометцентр, который свои прогнозы на этот район составляет, насколько уровень реки поднимется. И третья организация – это НИЦ-планет, которая тоже по спутниковым данным дополняет эту систему. И все эти данные собираются в единое приложение. Пользователь, когда заходит, он даже не понимает, что все данные вообще с разных организаций, с разных баз. Здесь представлена сама гидрометеорологическая информация. То есть она со станций гидрометеорологических отдельно показаны прогнозы, метеорологические прогнозы, синаптические наблюдения добавляются. Спутниковые данные были добавлены в виде сервисов «Лансат», «Аква», «Конопус», «Ресурсы». При этом «Конопус» – это данные, которые высокого разрешения, около метра, два метра. «Сентенел» – радиолокационные данные. И также были добавлены данные в виде сервисов, данные, которые сделаны по спутниковым. Это зоны затопления выявлялись, относительная влажность, снежный покров. Из системы мы предоставляли данные в виде текстов, таблиц, графиков, карт, анимаций. Внутри в системе все процессы были автоматизированы. Сейчас уже система работает без привлечения специалистов, без ручной обработки. Система была награждена в национальном проекте в России и за рубежом. Спасибо большое за внимание. Если наши информационные продукты вас заинтересовали, обращайтесь. Спасибо большое. Мы как частично в Эзре были вовлечены в этот проект. Я должен сказать, что это только малая часть из того, что было на самом деле сделано за эти годы. В том числе в Ницпланета и в Гидромедцентре в том числе скопилось довольно много наборов интересных данных, которые, насколько я понимаю, коллеги в принципе готовы делиться ими. Так что если кому-то интересно, пожалуйста, подходите, обсуждайте. От нас большое спасибо за доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.